Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности ректора Рязанского госуниверситета Алексей Измин. Здравствуйте! Здравствуйте! Алексей Александрович, столетие юбилея, наверное, самое громкое событие университета за всю его историю, и этот год как раз-таки юбилейный у нас. Давайте вспомним, с чего начиналось, расскажите немного об истории вуза. Да, вековая история вуза достаточно богата. Начиналось все с 7 сентября 1915 года, когда Николай подписал указ о том, что необходимо создать женское училище. Но вопрос действительно назревал достаточно давно, еще в 90-х годах 19 века. шла речь о том, что в Рязани активно развивались школы, и власти рязанские поднимали достаточно активно вопрос о создании в Рязани учительского института. И вот официальное открытие учительского института, женского учительского института, было в декабре 1915 года. Собственно говоря, и празднование в этом году тоже планируется в декабре. 15-го года. Ну расскажите, что же сегодня мы видим? Какой вуз сегодня? Ну, несмотря на богатый исторический опыт, вуз сегодня является современным университетом, который соответствует всем требованиям современного мира развития технологий. За 100 лет сочетание традиций, которые были накоплены, и сочетание современных технологий позволяет нам говорить о том, что вуз является одним из ведущих в регионе многопрофильных учебных заведений, которые готовят высококвалифицированные кадры, и, наверное, в первую очередь это педагогические кадры. Нельзя было проигнорировать этот вопрос. Подготовка кадров у вас как организуется, и на сегодняшний день, насколько, просим так, конкурентоспособны ваши выпускники, ваши специалисты? Вуз является достаточно большим, многопрофильным, и сочетание традиций и современных технологий позволяет нам говорить о том, что наши выпускники конкурентоспособны. И говоря о том, что педагогические направления являются ключевыми в направлениях нашего университета, мы можем с уверенностью и с гордостью сказать о том, что наши выпускники работают не только в разных регионах нашей страны, но и за ее пределами. Ну а так как мы являемся классическим университетом, это дает нам право, и мы это с успехом делаем, готовить кадры и для промышленности, и для органов власти, и в том числе для журналистики. Алексей Александрович, скажите, пожалуйста, как все-таки проходит юбилейный год, какие мероприятия проходят в рамках подготовки? Юбилейный год достаточно насыщенный. Весь 2015 год посвящен празднованию столетнего юбилея нашего университета. Запланировано более 200 мероприятий разного уровня. Это и научно-практические конференции, это и социально-культурные мероприятия, и спортивные мероприятия, и визиты международных делегаций. То есть все мероприятия, проходящие в 2015 году, приврочены к празднованию столетия. Ключевые мероприятия или центральные мероприятия запланированы на период с 14 по 18 декабря, и 18 декабря все будет завершаться торжественным заседанием ученого совета, торжественным концертом, посвященным столетию. Ну а в период с сентября по декабрь в университете на всех факультетах пройдут торжественные мероприятия, встречи с выпускниками, концерты, которые также будут посвящены столетнему юбилею университета. А если говорить немного конкретнее о декабре, вот в этот период, вот эти несколько дней, что же будет там происходить? Ну, в этот период мы планируем принять достаточно большое количество гостей не только из разных регионов нашей страны, но и наших зарубежных партнеров. И, как я уже сказал, в этот период будут проходить крупные научно-практические конференции, будет проходить ряд культурных мероприятий, будет открываться памятная доска, посвященная визиту в наш университет Александру Савицину Солженицыну, будет множество встреч с выпускниками и с заслуженными людьми как города, так и страны. Ну, и, конечно же, для города мы готовим сюрприз, памятное место, но об этом все узнают уже, наверное, ближе к юбилею. Ну, давайте сейчас подведем небольшие итоги вот к столетнему юбилею ВУЗа. Расскажите, пожалуйста, что сейчас особо интересное можно озвучить? Ну, говорить о том, что мы рассматриваем или расцениваем столетие как некое подведение итогов, мне бы не хотелось. Для нас, наверное, все-таки столетний юбилей – это не момент подведения итогов, а это время оценки нашего накопленного потенциала и время построения планов на будущее. Ну, а характеристику давать университету сегодня, наверное, это лучше сделают наши выпускники и наши абитуриенты, которые к нам пришли в этом году, которые от нас выпустились. В этом году университет за сто лет подготовил достаточно большое количество высококвалифицированных специалистов, которые работают во всех сферах деятельности нашего региона. И еще раз с гордостью скажу, в первую очередь, наверное, в педагогической сфере, потому что образование – это наше будущее. Я думаю, что университет в перспективе будет только развиваться и стараться приносить как можно больше пользы как самому региону, так и в целом стране. Не за горами новый учебный год. Какие сюрпризы? Что нового готовите для вновь поступивших и уже ваших, можно сказать, постоянных студентов, старшекурсников? Во-первых, мне бы хотелось сказать о том, что для студентов в этот юбилейный год мы возродили или возобновили нашу традицию студенческую смену на нашей базе в Полянке. И очень приятно, что в этом году более 50 человек отдохнули перед новым учебным годом на базе и по отзывам получили массу положительных эмоций. Если говорить о 1 сентября в этом юбилейном году, то мы также решили немножко нестандартно подойти к этому дню. И мы предлагаем всем горожанам праздник, посвященный Дню Знаний. То есть он будет называться День Знаний на Почтовой. Он будет организован силами как нашего университета, так и силами студентов и школьников нашего города. И, наверное, одна из главных задач – это показать то, что действительно День Знаний и 1 сентября – это один из ключевых дней в жизни всех нас, как самих школьников, студентов, так и их родителей. И, конечно же, наверное, с этого начинается все самое хорошее. Поэтому приглашаем всех с большим удовольствием 1 сентября в 15 часов на Почтовую, на праздник День Знаний. Но нам еще, наверное, стоит поговорить о традициях более углубленно. Какие еще ежегодные традиции, добрые, может быть, что-то возродили вы в этом году или планируете возродить, да, помимо полянки? Ну, конечно же, мы большое внимание уделяем направлению именно педагогической подготовки. И в этом году мы, опять же, хотим нетрадиционно провести празднование, посвященное Дню Учителя. То есть традиции, заложенные выпускниками университета, встречи выпускников. В этом году мы хотим к этому вопросу подойти немножко нестандартно и вроде бы традиционную встречу сделать именно в цвете юбилейного года и постараться привлечь особое внимание как выпускников, так и действующих студентов нашего университета. Спасибо вам большое за продуктивную беседу. Поздравляем вас со скорым юбилеем. Я как выпускница госуниверситета горжусь этим. И еще раз мои поздравления. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию сегодня. Алексей Александрович Зимин сегодня был у нас в гостях. Это была программа «Семь минут». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин